Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нашим соседям хочу представить Присаживайтесь, пожалуйста, сюда У нас в гостях Елена Ефимова Специалист Центра по снижению веса Доктор Барминталь Сейчас мы все узнаем из первых уст Как же правильно снижать вес И как правильно вести себя Если у вас проблемы с ночным перееданием А я тут готовлю и считаю Все честно, все честно Дмитрий всегда считает Елена, хотите кофе? Я уже говорю, кофе ловаться Нет, спасибо Нет, спасибо Вот Потому что просто так кофе пить Неправильно Вы заняты очень вашим делом Именно Елена, у меня вопрос Если уж мы говорим о времени приема пищи То довольно-таки распространенное убеждение У наших уважаемых худеющих и стройнеющих Что не есть после семей Это отлично просто Если не есть после семей То тогда худеешь на глазах Правильно это или нет? Есть такой способ снижения веса Это не есть после шести или после семи И он действительно эффективен Но ненадолго Опять ненадолго? Да, вот почему вес снижается? Потому что человек лишает себя Одного или двух приемов пищи В зависимости от того Во сколько он спать ложится, да, получается? В любом случае А если говорить уже только о длительном сроке О сохранении стройности И стройного образа жизни То это не помогает Потому что человек такое существо Которое не любит лишений Ну это да Это я с вами согласна А вот интересно Ладно, фигура Но комфортно ли нам Есть перед сном вообще? И за сколько времени до сна Нужно, ну, рекомендуется По крайней мере принимать пищу Чтобы и не голодными засыпать Но и не чувствовать себя переевших В течение двух часов Это то, что мы рекомендуем Это то, что доказало уже свою эффективность В течение двух часов перед сном Нужно кушать А вот что кушать И как там За два часа или за пять минут до сна Это уже выбирает каждый человек Сам по себе То есть если человек может поесть мясо И тут же лечь спать И будет при этом прекрасно спать Видеть хорошую сну и пожалуйста А кому-то наоборот это бывает некомфортно Как вам после шашлыков То есть нужно прислушиваться к себе в любом случае Да Ну, отличный способ, я думаю Работать со своим организмом Это, конечно же, слушать себя Можно более легкий бордом, чем без Взять творожка со сметанкой Да Главное покушать А попробуйте съездить на день рождения Где тебе творожка со сметанкой предложат По-моему, так А вот приду, приди, скажите На ночь мне творожок со сметанкой Ну ладно, ладно Если они тебя любят То о тебе позаботятся Все по правилам, ладно Я прочитала в интернете, опять же Что существует такое понятие Как синдром ночной еды Вот, судя по слову, синдром Звучит как заболевание Это заболевание действительно? Ну, синдром, термин действительно Медицинский Но такого заболевания Вот именно диагноза Синдром ночной еды Его нет Вот тем, что пользуется Россия Да, международная классификация Заболевания Там вообще не говорится Нет речи о каком-то Психологическом переедании Психогенном переедании А вот в американской Классификации болезней Там есть синдром Психогенного переедания И вот там Симптом ночной еды То есть это такой феномен Поведения Когда человек переедает По каким-то состояниям Психологическим Ну, просто Этот прием пищи Он смещен на ночь Интересно То есть это оказывается Часть общей проблемы Да, если человек переедает То, скорее всего Он может это делать И днем, и ночью Да Как вариант Ну, сейчас, я думаю Мы посмотрим чуть-чуть рекламы Дозируем все Вот А потом вернемся К интереснейшей беседе Значит, все-таки не болезнь Но, возможно, симптом Относительно ночной еды Есть ли какая-то, может быть Статистика по поводу того Кто подвержен ей больше всего Или в эту ловушку Может попасть кто угодно? Угу Вот исследования проводятся До сих пор в этой области То есть там много еще неизвестного То, что сейчас уже известно Это более высокий риск возникновения Такого синдрома психогенного переедания У тех, кто в детстве Подвергся либо психологическому насилию Может быть, физическому насилию У кого были сложные отношения с родителями Например, родители не проявляли Интереса никакого к делам ребенка Либо наоборот, гиперопека То есть вот такие вот детские Какие-то травматические переживания Они могут способствовать Угу То есть опять все упирается в психологию Да Меня в детстве наказывали Я палец в холодильник Пойду там все с хрумкой Да вот на самом деле Еще очень большая связь с детским ожирением Угу Вот именно те, кто в детстве Страдал ожирением И, например, там Либо укорялось их поведение Вот склонность такая к перееданию Либо, в принципе, не принималась их фигура Они тоже вот Среди них достоверно чаще Встречается синдром психогенного переедания То есть по существу Это проблемы с самооценкой зачастую, да? Это про меня Да Это как это? А я в детстве был крупным Небольшим неизвестным весом Меня называли Ну, у кого-то слушал Господи, это же дети И было проще Карлсон Ну, мальчик Карлсон Ну, Карлсон-то, он же дяденька А ведь это же обидно Зато с пропеллером Ну, а вот какие продукты, например, предпочитают ночные едоки Они выбирают что пожирнее, повкуснее Либо они могут встать и поесть яблочко, например Как правило, чаще всего такие клиенты Они выбирают то, что называется вредной едой Это такая жирная, сладкая еда Да, то есть объесться яблоками мы не можем, да? Нам надо объесться... Вот это меньше вероятность, да? Ну, бывают, опять же, такие же люди, которым все равно Вот действительно, которые... Они же страдают от этого И вот они встают с таким чувством легкой утраты контроля И им все равно, что попадется, они то есть едят Ну, они, по сути, чувство вкуса утрачивают Абсолютно И ведь все полезно, что в рот полезло И мечет без разбора Да, они скорее так себя оправдывают уже А, то есть это оправдание, получается А чем вызваны такие походы к холодильнику? У человека, может быть, стресс в нем случился Или, может быть, это связано с повседневной какой-то жизнью? Ну, допустим, может быть, это разовым событием вообще или нет? Может Может, да? Может, да То есть прям вот обнаружил за собой, что вчера я пошел и объелся И сам в шоке Ну, это не бывает просто так То есть вряд ли это просто так Две таких вот распространенных причины Почему, да? Вот одно вы обсуждали уже с Дмитрием Это то, что за день накопившийся голод То есть дневное недоедание, ограничение в каких-то продуктах А вот этот голод, он же все равно есть Вот эти импульсы, они же все равно накапливаются И вот приходит ночь, и сознательный контроль, когда мы спим, он же меньше И эти импульсы, они вот, ну, можно сказать, как бы управляют человека То есть голод он свое возьмет И человек пойдет и переест А с другой стороны, это могут быть такие уже действительно эмоциональные, душевные состояния сложные Переживания там низкой самооценки, неуверенности в себе, чувство подавленности И вот если днем человек как-то с этим справляется С помощью близких или самостоятельно То ночью он остается один на один со своей проблемой И может справиться только так Я думаю, что наши соседи уже убедились в том, что один на один со своей проблемой они не останутся Потому что у них есть мы Специалисты, конечно же, доктор Барменталь, ну и, конечно, специалисты И в области успешного построения Это Дмитрий у нас, вот, живой пример Влад Петров и Маргарита Да, у нас грядет еще одно замечательное событие Это 1 июня, конечно же, День защиты детей И состоится очень такое классное мероприятие для детей Думаю, очень много кого заинтересует Давайте сейчас посмотрим, что же это будет 1 июня, в честь Дня защиты детей, телеканал «Мой город» Приглашает всех юных и мировчан весело провести время в кругу друзей На праздники вас ждут увлекательные конкурсы, детская дискотека и море подарков 1 июня, 14.00, культурно-развлекательный комплекс «Волна» Приходи и веселись вместе с телеканалом «Мой город» И приводи своих родителей Проблемы бывают, естественно, разные Мне вот интересно, самое главное, может ли человек справиться с такой проблемой, что он ходит и ходит к холодильнику самостоятельно Или лучше обращаться к специалистам То есть перестать ходить к холодильнику Ну, конечно Как перестать ходить? Что с собой сделать? Замок повесить Это очень сложно, то есть теоретически это возможно, но это очень сложно Поэтому это лучше делать со специалистами, с психотерапевтами, с психологами Ну и все они есть, естественно, в Центре снижения веса доктора Барменталь Естественно И можно к вам обращаться в любом месте Ну и вообще это такое поведение, которое, в принципе, благоприятное для прогноза И оно достаточно легко корректируется с помощью специалистов Отлично, вы нас очень обнадежили, и, конечно же, тех, кто страдает такой проблемой Так что, друзья, будьте смелее, обращайтесь в Центре снижения веса доктора Барменталь И все проблемы решатся легко Это я вам гарантирую, это точно Все зависит от вас Нужно сделать первый шаг и прийти в Центр Барменталь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова